Такое бывает, мусульман, допустим, мужчины, две жены. Я ехал из Дели в Дерадунт, летел в Гималайи, и в аэропорту я увидел две женщины в мусульманских нарядах. Вокруг них бегало трое детей. Я начал за ними наблюдать. Они вели себя как сестры друг с другом, но видно было, что они не сестры. Я увидел, что каждый из них заботится о всех трех детях так же, как мать. Каждый из них, хотя один ребенок был от одной женщины, она была младше, видно. Двое детей было от другой женщины, она была старше. Та женщина, которая была старше, она чуть-чуть построже вела себя с той женщиной, которая была младше. Но та принимала ее такую позицию. И они друг с другом были в очень тесных отношениях, как сестры, понимаете? Они приняли такую жизнь. Я сразу все понял, что они две жены одного человека, которые сейчас с ними не присутствуют в это время. Они переезжали вдвоем с тремя детьми. Можно так жить или нет? Можно, если женщины такую жизнь принимают. А легче женщинам или тяжелее так жить? С точки зрения воспитания детей, делания дел в семье и все прочее намного легче. С точки зрения конкуренции, кто будет спать в постели, если женщины способны не иметь в своем сердце такую конкуренцию к своему близкому человеку, к сестре, тогда в этом случае проблем никаких нет. В древней культуре, если мужчине хотелось вот сильно две-три жены, ему очень сильно рекомендовалось брать сестер, брать женщины, которые уже построили отношения как сестры друг с другом. И прямо отец отдавал две сестры одному мужчине в этом случае. И тогда все решалось очень легко. Женщины чувствовали комфорт в отношении друг с другом, потому что они вместе уже жили всю жизнь, и они продолжали вместе жить. В современной культуре это практически невозможно. Женщина не может принять как сестру другую женщину, тем более, что она видит, что ее муж ложится с ней в постель. С этой точки зрения в современную эпоху ведические писания запрещают такие отношения. Потому что это практически невозможно для женщины. Я видел много примеров, когда женщины не способны принять эту ситуацию, даже если они высокодуховно развиты. На моих глазах как минимум три таких ситуации было. И во всех трех женщины сильно страдали, и семьи разрушались все равно. У мужчин все равно есть тенденция, склонность иметь несколько женщин в жизни. Это тенденция, признак распущенности, не признак того, что мужчина там сильно какой-то возвышенный. Это его недостаток, будем так говорить. Но у женщины всегда есть выбор. Если мужчина диктует такую жизнь, женщина может принять ее и быть счастлива. Но для нее надо совершить сверхчеловеческое усилие над собой. И еще одно условие, это также должно это усилие совершить и вторая женщина. Если с обоих сторон не будет это усилие совершено, то вероятность, что будет что-то хорошее из этого, маленькое. Как вести себя женщине, которой мужчина сказал, что у нее будет вторая жена сражаться за свой брак? Нет возможности дальше, не зная, что вам сказать. Или принимать судьбу, или решать уже по-своему, что делать дальше. Я не знаю, что вам сказать. Это сложный вопрос, но я вам сказал свой опыт, что бывает и так, и так. Бывает, что женщина счастлива в таких отношениях, а бывает, что нет. А в целом, если говорить про мужчину в этой ситуации, то я полностью согласен с песней, которую спели лет 30 назад. В одном кинофильме, да, русском. Не очень плохо иметь три жены, гораздо хуже с другой стороны. Но с другой стороны, при таких делах столько бед и хлопот. Ах, спаси Аллах! Спасибо. Спасибо. Спасибо.